Игрок на третьем туране взял себе во взвод иностранца на Т-34 И ребят, вы даже не представляете, насколько невероятный бой сыграет сейчас этот парень Какую обалденную позицию он займет на карте степи Вот просто смотрите внимательно Все самое интересное здесь начнется с самого начала Кроме того, посмотрите на сетапы, ребят У нас довольно интересная ситуация Наш герой, во-первых, попал вниз списка То есть он играет с шестерками, которых здесь практически по половине команды Кроме того, во вражеской тиме целый взвод, который состоит из двух КВ-2 Один премиумный, но это не суть И еще к тому же там Т-34-85 И нашему герою уже через несколько минут придется сражаться На советском танке пятого уровня с этими пацанами Это будет очень красиво Рекомендую обязательно досмотреть до конца Видим, что впереди подсвечивается Шкода Наш парень пытается сводиться на нее Но не особо эффективно это получается Шкода особо не высовывается К тому же у нас довольно интересный разъезд Почти никто не поехал на правый фланг Посмотрите, бедный один леопард впереди И просто становится легчайшей жертвой вражеской команды И наш парень вынужден просто в срочном порядке убегать с фланга В это время наш совзводный, кстати, отмечается фрагом И счет становится 2-2 Ну, такое более-менее равное положение К тому же посмотрите, какой бред творится на иностранном европейском сервере Наши союзники довольно большой толпой Просто ломанулись, блин, по центру карты Только представьте, что сейчас с ними там будут делать Во вражеской команде 2 артиллерии 6 уровня И весь вот этот центр карты находится в легчайшем простреле артоводов Вы представляете, насколько жестко пацанам будет Наш иностранец на легендарном советском танке Т-34 Можно сказать, даже танке-герое Пытается в одиночку сдерживать фланг Но, немножечко постояв на позиции Просто понимает, что делать ему уже здесь нечего Поэтому нужно в срочном порядке Оттягиваться назад на базу Искать такую позицию, с которой мы могли бы простреливать Весь раж врагов с правого фланга Возвращается наш герой на базу Занимает здесь довольно неплохую, кстати, точку для дефа Но пацаны союзные от этого меньше сливаться не начинают У нас в центре просто уходят союзники один за одним Кроме того, как мы видим, на левом фланге Пошел раж вражеских тяжей И я, если честно, просто, ну не вижу Кто бы мог остановить вот это огромное давление противника С левой стороны карты И, ну что хорошего там может произойти Просто, похоже, нулевой слив просто будет в течение нескольких следующих минут уже Видим, что да, так и происходит Левый фланг проигран Союзники на базе еще как-то, наверное, будут выживать какое-то время Но я сомневаюсь, что все это надолго Наш герой занял такую, скорее, артиллерийскую, ну или ПТ-позицию Что совсем не характерно для Т-34 Но ругать его сильно за то, что он, мол, стоит на базе Настреливает нет Потому что вначале мы видели Он честно поехал на правый фланг Он честно поехал исполнять роль среднего танка Т-34 И если бы его хоть кто-нибудь из команды поддержал Он бы там сражался Но этого не произошло Вместо того, чтобы сыграть нормально Все наши союзники взяли и слились по центру Ну что ж, такое не только на европейском сервере получается Хотя, если честно, играя на нашем сервере Ну я, ребят, давно не видел, чтобы вот настолько, блин, нагло ломились пацаны по центру Потому что, ну понятно, что тяжело Тяжело реально продавить центр карты степи Тяжело реально что-то там сделать нормальное Потому что, ну, все под прострелом арты Все под засветом Находиться Кроме того, противники имеют более выгодные позиции Дефая на базе Они могут отъезжать Они могут занимать кусты Они могут отсвечиваться А пацаны на центре просто являются какой-то мишенью в тире Ну ладно, что уже эту ошибку обсуждать Что сделано, то сделано Давайте просто посмотрим Что же наш американец Или, может быть, англичанин Ну потому что писать в чат он будет на английском Из этого можно сделать вот такой вывод Что он сделает в этом бою дальше Видим, что ему удается Благодаря неплохой скорострельности Вместе, кстати, с союзным Т67 Разобрать шкоду Т40 И немножко даже появляются надежды Т67-й занял тоже хорошую деф-позицию Делает подряд два фрага Счет становится 9-12 И, казалось бы, остается отрыв всего Три танка Но после этого Вражеская артиллерия Меняет полностью все Она добирает Похоже, с одного выстрела Точным попаданием Т67-го Остается один КВ-1 У нашей команды И того вот-вот доберут Наш герой удивительным образом Находясь при этом в свете Разбирает ПЗ-4Х И остается в одиночку Против пяти врагов И против него Два КВ-2 Мы, ребят, танк пятого уровня Против нас Два фугасных Монстра Шестого уровня Советских Это вам не шутки Ну что ж, давайте смотреть Что наш герой из этого всего придумает Аккуратно съезжаем с позиции Потому что он находится здесь в углу Учитывая, что КВ-2 полностью знают Что мы здесь И, скорее всего, будут выезжать Никакого смысла нету Огромные советские тяжи Просто выйдут Ляпнут по нам фугас И на этом все для нашего героя Закончится Оттягивается наш Т-34 По правому флангу Нужно сейчас попытаться Как-то Ну хотя бы что-нибудь Сделать с этими КВ-2 На центре засвечивается Один из них Премиумный КВ-2 Заряжаем голду Потому что понятно Что пробивать его будет непросто И наш герой, как мы видим Пересвечивает танк С довольно небольшим обзором КВ-2П У которого, видимо Ничего не стоит Дополнительно на обзор Ну я имею ввиду Скорее всего Трубы Чтобы он мог просто Стать там в кустах Включить трубы Сразу же нас засветить И понятно Какой мы фокус Мы получили Поэтому нашему герою Удается фактически Сделать ваншотным Этого премиумного тяжа Но, наверное Сейчас нужно сделать акцент На вражеской артиллерии Потому что я всегда В своих обзорах Повторяю Если вы остались В такой вот сложной ситуации И у вас есть шанс Есть надежда На то, что противники Не будут брать базу Это первый фактор Вторая Второй показатель Это вы видите Что враги медленны И скорее всего Они не успеют Вернуться назад На свою базу И защитить артиллерию Значит Если эти два фактора Соблюдены Значит Можно ехать И наказывать Просто карать Вражескую арту Но Наш герой Уже почти На подъезде К вражеской арте Зацеливает Еще одного КВ-2 И опять же Этот Советский тяж Как и его Совзводный Уходит От нас Буквально Шотным То есть Мы фактически Неплохо Сейчас поиграли Но Мы оставили В бою Обоих КВ-2 Да Они оба шотные Но это КВ-2 Это все-таки Парни КВ-2 Один фугас И наш парень Погас Можно сказать Так Но пока Наш герой Едет на вражескую базу Я хочу вам Показать Победителей Нашего Ежедневного Розыгрыша Голды Вчера не было Победителей Я немножечко По техническим причинам Это не сделал Но в общем Показываю сегодня Вот их комментарии С игровыми никами И наши чеки об оплате Поздравляем парней В этом ролике Тоже будет Розыгрыш золота Для участия Нужно Обязательно Во-первых Поставить Этому видео Лайк Во-вторых Подписаться На наш канал Включить колокольчик И оставить Позитивный комментарий С вашим игровым ником Также Хочу вам напомнить Что на нашем канале Появилась функция Спонсорства Вы можете Оформить Спонсорскую подписку Всего лишь От 49 рублей Это стоит Это стоимость Одной хорошей Бутылки воды Я думаю Многим Это будет Не в напряг А нашему каналу Это колоссально Сильно поможет В развитии Кто уже оформил Спонсорскую подписку Огромное спасибо Кто еще нет Делайте это Прямо сейчас И во вкладке Сообщества После того Как вы Оформите Спонсорскую подписку Вы увидите Секретную Скрытую Запись Где будет Кое-что Ребят Очень Очень Интересное Поэтому Оформляйте Заходите Во вкладку Сообщества И Удивляйтесь Ну что ж Давайте Смотреть Бой Дальше Наш герой На 34 Приехал На сбитие Ему Каким-то Чудом Удается Не отправиться В ангар От двух КВ-вторых Он разряжается По арте Хотя Наверное Стоило бы Сейчас КВ-2 Добирать Это Небольшая Ошибка Потому что Совет Может Перезарядиться И Последний Снаряд Прилетает Без пробития В башню КВ-2 Советский тяж Опять Скрывается Остается У него 8 ХП У нас Нет Механика Водителя И сейчас У нашего Героя К тому же До КД Аптечки Осталось 50 секунд Это довольно Много То есть Скорее всего Сейчас придется Без механика Водителя Как-то Сражаться С этим КВ-2 Ну что ж Подъезжаем На базу КВ-2 Скорее всего Там стоит За горкой Неплохо Было Попытаться Его Обмануть Заехать С абсолютно Другой Стороны И у нашего Героя Получается Это сделать КВ-2 Зачем-то Выезжает Слишком Высоко Подставляется Мы Фактически Застаем Его Врасплох Союзники Удивляются Насколько Везучий Нуб Играет Ну действительно У нашего Героя Там 360 С чем-то Боев То есть Назвать его Опытным Ну просто Язык Не поворачивается Многие Скажут Что это Вообще Олень Но Тем не менее ВН-8 Кстати у него Довольно Неплохой Но Начинающий Игрок Либо Аже Твинг Создал Парей Ну навряд ли Твинг Выиграл На Т-34 Это Не совсем Танк Для Твинков Игроки Которые Уже Опытные Т-34 Уже Обкатали Тысячу Раз И Заново Начинать Новый Аккаунт Именно С Т-34 Ну такой Себе В общем Нет Т-34 Танк Обалденный Ну просто Твинки Редко Его делают Ну из Моего Опыта Наблюдение За такими Аккаунтами И видим Что наш Герой Опять Опять Пацану Фартит Выезжает На артиллерию И это Победа И это Лайк Просто Лайк Парни Не забудьте Подписаться На канал Не забывайте Про спонсорскую Подписку Внизу Под роликом Или на Главной Странице Канала Это Очень Очень Сильно Нам Поможет Ребят Увидимся Пока Пока